я так рада, что ты сегодня будешь делать у меня макияж моя няшка мне просто кажется, что мы целую вечно с тобой не виделись и не разговаривали тоже целую вечность а ты какой хочешь макияж? такой, чтобы был повседневный типа натуральный незаметный может быть ты хочешь красные губы стрелки вот такие огромные ты так идешь сначала стрелки а потом ты нет? обычный ну хорошо для начала нам нужно очистить твою кожицу от разных загрязнений жирка возьмем ватные диски ватные диски но кожу нужно очищать для того, чтобы эта вся косметика не мешалась с пылью, которая села на лице чтобы потом брыщиков не было возьмем ватный диск я буду ватных с тобой я буду ватных с тобой вообще можно взять вату если нет ватного диска либо же даже марлику это на всякий случай если нужно протереть лицо вот вот и мицеллярную водичку вот такую смотри у меня обычная для всех типов кожи самая стандартная водичка я всегда ее использую перед тем, как наносить какой-либо макияж наносим ну много гольнежно наливать на спонжик не надо а то будет чечь со всех сторон давай вот так вот подставляй свою мордочку да, протрем щеки лоб чтобы был чистый с этой стороны и нос я не знаю смотри лицо мы очистили нужно что-то с бровями сделать я вот не люблю когда сильно красят карандашами тенями я думаю я думаю мы можем с тобой красочкой накрасить да она будет так натуральненько смотреться ну и пару бровинок тебе выщипаю чуть-чуть совсем ну не больно ну как не больно терпимо скажем так терпимо у меня такой тоненький пинцетик он очень удобный потому что много таких плоских пинцетиков они плохо выщипывают а это так пац пац быстренько давай с одного так ну как немного подровняю не больно? не больно? вообще привыкнешь со временем мне так моя бабушка говорила у тебя на самом деле красивые бровки тут парочку штучек только вот супер теперь возьмем такую краску крем краска коричневого цвета то есть если брать черную будет очень темная но некрасиво будет если брать такую серенькую может плохо покрасить а вот коричневую каштановую она такая средненькая как раз натуральная красочка и вот такой есть окислитель но не окислитель а такой активатор краски то есть мы сейчас смешаем 50 на 50 и покрасим тебе бровки смотри да, немного надо совсем краску отрежем отрежем и сюда ее так будет достаточно тебе нужно хорошо перебежать чтобы была как однородная такая масса тут видишь сразу такая лопаточка продается и ей красить удобно ну что давай нет я не повылажу за края я аккуратненько сейчас подровняю немного пройдусь ватной палочкой ну буквально 2 минуты то есть нам не нужно долго держать чтобы не схватилась сильно краска а то будут такие бровяки классно давай пока посиди смотри мы пока нанесем тебе тональный крем немножко но я считаю что тебе не зачем наносить тональный крем на все лицо у тебя нет никаких проблем или каких-то огромных прыщков просто некоторые места нужно подкорректировать чтобы был однородный такой тон лица вот эта вот штучка ей вот так палечку делаешь она очень хорошо вбивает в поры тональный крем и его практически не заметно потому что бывает такое когда некоторые девочки наносят там палечками или еще чем-то тональный крем и тогда видно что он размазан некрасиво какие-то разводы или бугры а этот он тебе в поры так вбивает хорошо и его незаметно вот такая вот штучка она на самом деле такая жестковатая должна быть смотри вот такой тональный крем в тюрьму видишь он у меня уже давно потому что я мало вообще его использую но когда там прыщик какой-то вылезет надо быстренько замазать возьмем сюда вот так вот капелюшку смотри когда вообще красишься не нужно там наваливать вот так вот очень много этого тонального крема а так по чуть-чуть и точно сейчас держи голову прямо будем вбивать на подбородке еще хочу вот тут немножко под носом а то какой-то у тебя там венка что ли видно или что-то такое все супер четко я думаю, что наши бровки мы сотрем и будет то что нужно все берем наш спонж пальчик и протираем вытираем с сухой салфеточкой палочкой протрем еще с сухой салфеточкой салфеточкой вот и супер и не нужно вот этих теней и карандашей все равно если в течение дня хочешь с карандашом на бровях то он может потечь окраска будет идеально держаться как будто твои бровки теперь пудрочку конечно пудрочку будем наносить побольше чем тональный крем чтобы полностью покрыло лицо у меня обычная пудра ничего такого сухая пудра некоторые любят такие как кремообразные но мне они совсем не нравятся они ложатся таким жирным слоем на лицу где же наша штучка? где же наша штучка? опа вот она возьмем немного закрывай глаза хорошо? немного наносим тебе на щечки пудра нам окончательно выровняет тон лица чтобы все смотрелось равномерно второе вообще мне кажется тебе можно и не краситься реально очень красиво натурально сейчас очень в моде естественная красота не то что знаешь это скупище весницы волосище красиво немного добавим румян на щечки выделим сгулы также носик и подбородок подбородок но так как знаешь чтобы оттеняло а то получается одно такое лицо светлое надо какие то тени составить да возьмем возьмем давай вот эту кисточку хорошая кисточка кстати это очень дешевая фирма Робби Роуз популярная дешевая фирма но у них очень классные кисточки мягкие кстати кстати мне мою пудру разбила моя кисуня представляешь там где у меня стоит косметика залазит в ванной открывает дверцу и лазит там в поисках резинок и вот однажды залезла в мою косметичку а я только купила румяна и все румяна все побитые я же не буду покупать дорогие же румяна поэтому так и хожу с побитой коробкой но от этого они хуже не становятся так сюда положу давай на щечки немножко струсить чтобы лишнего ничего не было и на вторую щечку чтобы выделялись твои канапы красивые на лоб полосочка на подбородок все так на подбородок а ну-ка я тебе еще вот так чуть-чуть вот так супер теперь скулы выделяются и носик на подбородок видно класс я вот даже не знаю с тенями как быть я вообще тени наношу ну наверно один раз в год как раз для тебя приберегла даже все фотографии у меня в инстаграме возможно видно было или в контакте там вообще почти нет таких фотографий там где есть тенями только если там фотосессии какие-то не люблю я тени поэтому давай и тебе сделаем какие-то не слишком яркие покажу какие есть смотри такие есть темные бежевые такие какие же тебе подойдут тебе вообще какие нравятся такие ну смотри я тоже думаю смотри такие потому что здесь немножко блесток есть оно так красиво будет смотреться а эти такие когда смешиваешь немножко светлее ты это делаешь там в уголках темнее а такими мы можем накрасить будет как раз классно глазки будут светиться вот эти беру но если ты будешь подглядывать я так никогда тебе не накрашу глазки как ты хочешь смотреть и краситься такого не бывает давай еще смотри теперь мы брали такой возьмем еще немножко темненький чтобы глазка осталась побольше по открытии вот здесь темненьким накрасим так классно получилось осталось нам только что нам осталось реснички подкрасить и помадку выбрать ой с помадкой будет тяжело я покажу тебе все что есть смотри какой у меня празматик вот такая вот тушь тушь для глазок у меня есть мэджик нуар мэджик нуар классная смотри какая тут кисточка смотри какая тут кисточка она такая прорезиненная очень хорошо распределяет реснички вроде бы и душа хорошая но реснички склеивает мне не нравится когда беру с такой вот кисточкой закрывай пожалуйста глазки вот так открывай глазки смотри или на меня или немного вверх чтобы я накрасить могла еще немного нижнее да на меня или вверх смотри слишком сильно не будем красить потому что это не соответствует нашему макияжу на сегодня мне очень нравится класс мне очень нравится супер дело за малым вернее это самое большое будет дело самый большой выбор будем выбирать помадку помадку ты наверно скажешь откуда у тебя столько помадок ведь я всегда использую либо розовую и очень редко когда использую красу помадку вот она тайный кошелек который хранит помадки интересно тебе что там внутри покажу смотри там сколько смотри смотри есть вот такой блеск для губ он конечно уже старенький но он такой неоновый видишь какой смотри когда губки красишь вот классно если куда дойдешь допустим там в бар даже на дискотеку не обязательно красить ярко губы он отражается в ультрафиолете губки очень блестят даже тут видно что приятно пахнет с жвачкой ну да давай что то другое посмотрим есть еще вот такой обычный блеск для губ я купила купила реально его купила за 100 рублей вот такой блеск для губ раньше у меня был такой блеск для губ прозрачный от фирмы агент провокатор но он закончился уже поэтому я себе купила знаешь когда утром выходишь губы немного сушат раз раз накрасил прозрачным тут даже блесток нету вообще прозрачный но мы же хотим тебе какой то чтобы оттенок был давай другую есть такая как у меня помадка обычная розовая перл перл колосс из ана продается в еве в евакосмом вот эти обычные магазины там где порошки и шампунь вот такая вот она видишь но такой приятный аромат но на самом деле ничем таким особо и не пахнет розовенькая можно считать что она полу гигиеническая помада а может красненькую а может красненькую какая красивая помада красненькая я помню кто-то меня даже на стримах спрашивал за красную помаду фирмы Гош вообще фирма Гош и ее помады именно матовые самые бомбезные бежевые, коричневые, красные, розовые самые крутые матовые помады даже если кто-то подумает что это реклама моя помада уже видите красная но красная нам не подходит а мы же не на дискотеку еще смотри есть розовая фирмы вот такой фирмы тоже очень классная у них знаешь вот такие вот помадки необычные то есть она идет не чисто розовая внутри а как будто смешанный цвет вот здесь розовый, серый с голубеньким и когда ты наносишь помадку на губы он как будто смешивается и получается такой прикольный оттенок и у них много-много разных оттенков но мне повезло я эту помадку купила по скидке 50% так она стоит 300 с чем-то а я купила там за 170 с чем-то повезло не хочешь розовую? а что? хочешь? не хочешь красную? не хочешь розовую? а какую? ну давай смотри какая у меня еще есть новенькая бальзам для губ фруктовое сияние вишня посмотрим ее фруктовое да это мне подарили но я знаю эту помадку мне кажется вот она то что ты хочешь тебе подойдет давай вот что я пизда так а на а не новая, красивая помада у невеи всегда крем классный знаешь, да? крем на все случаи жизни нет, она такой яркой не будет это тоже из серии как у них делают гигиенические помады только это будет немного красноватая реально пахнет вишенкой скажи смотри, открывай рот вот так не так широко чтобы я могла накрасить а ну сделай так открывай еще давай вот эти уголки ну все достаточно будет класс неожиданно красиво да на самом деле я думала, что тебе не нужен макияж натуральный если и так красиво, зачем делать ну тут мы подчешкнули все твои прелести вот эти уголки красивые носик с канапами супер так так нужно было тебе волосы распустить я бы тебе еще расчесала прическу прическу даже может какую-то тебе сделала чтобы уже до полного комплекта значит сделаем в следующий раз прическу какую-то красивую какую-то красивую кстати давно тебе хотела рассказать как ухаживать за лицом там всякие масочки крема наверное нужно было это сделать до макияжа а не после ну ладно тогда в следующий раз сейчас мы еще пройдем курс по всяким там кремам масочкам будет классно попробуем с тобой я еще куплю что-то новенькое чтобы нам с тобой было интересно ну все отлично до новых встреч давай пока 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 пока